Я вам поясняю. Вы не понимаете, что произошло с Альжаном? Вы до сих пор не понимаете, почему человек залезет? Вы не понимаете, что он залезет? И нас добивает. Нагрузка на одного человека в 13 раз больше, чем обычно. 100 норм за смену даешь, понимаешь, 200 норм за смену. То есть только за один месяц, август, Альжан была перевышена допустимая годовая норма переработки. В год максимум 120, а она переработала в 122 часа аж. За месяц годовую норму выработал. 200 норм за смену! 200! Что привело к самоубийству. Там какие-то, ну типа мелкие проблемы с графиками. Так, огромная ответственность вам понятна? Понятно, да? Множество противоречий в показаниях. Есть информация, которая противоречит вы в показаниях следователя? В заведении до самоубийства. Даже не придало заключение, то есть вопросы с графиками. Руководитель диктатор Айжан плакала и твердила «пожалуйста, пожалуйста». Многие не выдерживали, увольнялись, нарушались трудовые права. Факты сверхурочной работы на постоянной основе. Недопустимо, в том числе по закону. Да не надо со стороны закона. Поделали заявление на сверхурочную работу. Пахало, как белка в колесе. Начались репрессии. Потому что сказали молчать об этом. Всем подменяли сверхурочную работу. То есть опять колоссальная нагрузка. Отсутствует отметка о согласовании графика с двумя профсоюзами. Было выявлено 23 нарушения.